Беларусы в очаме украинца. Утый день по нашей родиме в Андрюэс дымочная группа суседней краины. Наведывают предприемства, школы, спортивные арены, сельские господарки. Размовляют с людьми, каб зразуметь, як живуть беларусы. Гэтым разом наведали СВК Калгас Радима Белыйнского района и агрогородок Вишоу. На дымках в роли корреспондента депутат Украины Ялген Шаученко. А бошний год янчастый гость у беларусы. Означая близость двух славянских народов, каб показать украинцам сучасную Беларусь, вы решил проехать по городах и лёгстках и снять документальную стушку. Объектом нашего фильма является жизнь человека. Для того, чтобы украинцы могли понять, что же происходит здесь на самом деле, как люди живут. Ну вот вы здесь уже несколько дней сложили такой портрет беларуса. Я лично здесь уже целый год приезжаю, я часто бываю в Беларуси. Но смотря на реакцию наших редакторов, операторов, продюсеров, я вижу, что они очень удивлены и очень для них всё по-новому. То есть они на Беларусь смотрят другими глазами. Я надеюсь, после выхода фильма и украинские зрители оценят это, то, что мы покажем, этого никто еще не видел в Украине. Ну, по крайней мере, последние 10 лет точно. Ягген Шаученко, я думаю, политик и бизнесмен в Украине. И у Беларуси у него шмат сябров. Тленновитых и працевитых людей. Почас дыма, каже, знов сустрелся с такими. Когда через труд идут социальные выплаты и мотивируют людей остаться в селе, такого у нас, к сожалению, нет. Гудерка в кабинете керавника Бялинська колгаса Радзимы. Это один из пунктов вандровки из дымашной группы. Депутату интересно, почему молодь застается в колгасах. Отказ на питание самих працевников. Здесь мы устроились в колхоз. Александр Михайлович предоставил жильону служебную. Мы здесь пришли, живем и работаем в колхозе. Середний заработок у Радзимы свежет 1300 рублей. Но у механизатора бывает 4000. Керавник господарки означает, что все по праце. С этим сгаджается и депутат. Каже, хоть чиновникам он уже 9 лет, но по раннейшему працу на земле. Особистые господарцы. Вот сейчас первый фильм, по слову гостя, про людей, их працу и житем. Андрей Шмяк, Юрий Ауласов. Новина региона.